сегодня мы займемся тем как распространяется электромагнитная волна даже не столь как распространяется она а с какой она распространяется скоростью мы выводили уравнение для волны и это уравнение было уравнением гельгольца и в нем фигурировал параметр скорость v равной единицы делить на корень из за епсилон нулевой епсилон мими с нуликом вот такой вот ну и можно было его переписать в виде c делить на корень из епсилон мю или же c делить на n при этом мы говорили что n это вот показатель преломления который мы тут ввели таким образом представляет собой отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде но вот формулу то мы написали а понять что представляет собой вот эта скорость потребуется чтобы понять потребуется небольшое дополнительное рассмотрение ну и вот в первую очередь мы помним что у нас есть возможность рассмотреть электромагнитную волну какую-то монохроматическую которая какая-то одна частота но в принципе у нас есть и волны не монохроматические которые представляют собой суперпозицию большого количества монохроматических волн ну и в зависимости от того какое там периодическое возбуждение или не периодическое мы будем иметь либо дискретный либо непрерывный спектр вот давайте сначала возьмем монохроматическую волну и для монохроматической волны мы можем записать следующее что если произвольная волна у например равно ну какая-то амплитуда е в степени и к на r минус омега т и вот это вот k r минус омега т мы называли фазы волны это k r минус омега т можем ввести во первых поверхность постоянной фазы которую мы будем называть фронтом волны фронт волны это поверхность постоянной фазы ну и можем посмотреть как эта поверхность постоянной фазы перемещается перемещение этой поверхности но если фи константа фи константа то мы можем эту константу продифференцировать по времени тогда получим 0 равно k dr по dt минус производят констант 0 ну почему если вот эта константа у нас у постоянно да естественно то есть мы выбираем такие точки у которых у постоянно и дальше эти точки у нас смещаются с какой-то скоростью ну вот если помните у нас произвольное возбуждение произвольный какой-то график он двигался со скоростью в либо в одну сторону либо в другую вот мы отсюда получали и вводили вот эту скорость и тогда здесь будет дифференцирование по времени омега т значит мы получим омегу омега константа благо мы выбрали монохроматическую какую-то волну к тоже и отсюда получаем вот этот скорость получаем что омега равно к скалярно умножить на b вот это соотношение и вот эта вот скорость которая здесь появилась эта скорость движения поверхности равной фазы и и можно ее сказать можно сказать что это фазовая скорость ну дальше рассуждения такие волна распространяется по направлению распространения к и скорость туда же направлены ну и отсюда тогда скажем что в фазовая по модулю в фазовая будет равно омега делить на к омега делить на к ну а омега делить на к у нас получалось вот это же самое в и получалось просто равно c делить на корень из эпсилона ну или же c делить на n здесь простейшее введение я фактически повторил то что у нас уже было для чего повторил для того чтобы можно было сравнить то что мы сейчас получим для не монохроматических волн с тем что у нас вот здесь вот есть итак рассмотрим какой-то не монохроматическая волна но простейший случай не монохроматической волны когда волна состоит из ну например двух компонент из двух волн с какими-то частотами пускай у нас есть но какое-то у 1 равно а пускай даже амплитуда знаково е в степени и к 1р минус омега 1t и у 2 тоже а пускай будет амплитуда знаково е в степени и к 2р минус омега 2t вот возьмем волну и которая равна у 1 плюс у 2 а можно вынести в этом случае простейшие операции и дальше нужно сложить эти две экспоненты вот давайте вынесем за скобку полуссумму к 1 и к 2 и полуссумму омега 1 и омега 2 то есть запишем так е в степени и к 1 плюс к 2 пополам р минус омега 1 плюс омега 2 пополам т вот вынесем за скобку вот такую вот величину тогда что у нас останется внутри скобках будет е в степени к 1 минус к 1 пополам минус к 2 пополам получится е в степени и и к 1 минус к 2 пополам р минус омега 1 минус омега 2 пополам т это из первой волны а из второй волны из второй волны у нас вынесется здесь будет мы выносим к 1 плюс к 2 значит будет к 2 минус к 1 пополам плюс е в степени и к 2 минус к 1 пополам р минус омега 2 минус омега 1 пополам т вот вынесли такие вещи теперь присматриваемся еще что стоит вот в этих скобочков здесь и что-то а здесь е в степени и минус что-то потому что к 2 минус к 1 здесь к 1 минус к 2 е в степени и фи плюс е в степени минус и фи дает нам ну точнее удвоенный косинус 2 косинуса поэтому наше у будет это 2а косинус косинус ну поскольку косинус мне не принципиально что там давайте напишем к 2 минус к 1 амега 1 пополам р минус омега 2 минус омега 1 пополам т вот записали в таком вот виде но как мы помним физический смысл имеет на самом деле не экспонента а вещественная часть экспонента или чуть только мнимая часть экспонента в зависимости от фазы поэтому если мы возьмем вещественную часть от вот этого здесь у нас будет косинус вот этих полу разности и косинус там или синус вот полусом 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 то есть вот это вот у нас среднее значение к и среднее значение омега а вот здесь вот сидит разность 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 ну если мы рассмотрим картинку которая у нас вот здесь получилось картинка будет выглядеть примерно так вот вот если я возьму ну скажем какую-то точку неважно какой-то момент времени или какой-нибудь зафиксирую какой-нибудь r то у меня будет вот какая-то огибающая вот такая вот а внутри нее вот огибающая описывается вот этим первым косинусом а внутри нее будет волна с более высокой частотой то есть у нас получается две частоты одна более низкая другая более высокая и волна будет ну ну возьмем скажем омега один плюс омега два ну понятно что и обе частоты положительные сумма больше чем разность да это вычитаем так это не имеет значения знак вот этот он просто вылезет на наружу ничего страшного значит у нас что получается вот здесь я могу написать либо r либо t в волне это взаимозаменяемо то есть я могу написать просто нарисовать картинку от времени или от пространства но существенно другое что у нас здесь омега один плюс омега два это омега средняя а здесь разность омега ну предположим у нас омега один ну скажем десять омега два одиннадцать разностной здесь будет полуразность будет десять с половиной частота то есть только либо по r либо по t либо по r либо по t мне все равно сейчас почему нарисовать но вот существенно любая любая примерно давайте t например не важно а здесь омега два минус омега один будет один и пополам будет 0 5 здесь частота низкая а здесь частота высокая высокая частота обусловит нам вот этот высокочастотное заполнение а низкая частота дает нам вот эту вот огибающую фактически можно считать что у нас вот первые вот этот вот со множитель 2а на косинус это амплитуда которая сама зависит вот так вот по закону косинуса а вот это вот высокочастотная волна то есть амплитуда у нас вот под косинусоид вот какая-то такая вообще-то я здесь нарисовал не совсем косинус я нарисовал со сдвигом но этот сдвиг это начальная фаза он определяется тем что вот здесь а на самом деле тоже может быть комплексным начальная фаза у нас из вот этого места может перекочевать а на е в степени и фи поэтому начало координат можно сдвигать ну и вот смотрите вот эта часть высокочастотная а низкочастотная часть этого огибающие и вот это огибающие выглядит точно так же как и высокочастотная часть ну практически там и там косинус если взять вещественно можно ввести скорость распространения огибающей волны если мы продифференцируем уже фазу но только вот для амплитуды в кавычках вот напишем что фи обычная у нас к средняя р минус омега средняя т а фи огибающий это дельта к пополам р минус дельта омега пополам т вот так вот то можно ввести скорость распространения огибающей давайте зафиксируем фи вот зафиксируем эту картинку и будем сказать говорить что она тоже двигается найдем производную д по дт получим что дельта к пополам др по дт минус дельта омега пополам равно нулю вот выберем такую и тогда др по дт это будет в только это в огибающий ну или вводится специальный термин называется скорость групп групповая скорость в групповая в групповая будет равна Дельта Омега делить на Дельта К Дельта Омега делить на Дельта К Но вот здесь мы взяли две волны Давайте посмотрим, а что будет, если мы возьмем не две волны, а много Что у нас будет какой-то дискретный спектр, то есть набор таких вот волн Но только их будет не две, а Н И при этом амплитуды тоже могут различаться То есть будем считать, что у нас есть какое-то У и Т Лучше ЖТ Хорошо, У ЖТ Поддержу Равно АЖТ Е в степени И КЖТ Р Минус Омега ЖТ Тогда У Это сумма По Ж АЖ Е в степени И КЖР Минус Омега ЖТ Что происходит, если у нас две волны имеют одинаковую Один тоже волновой вектор, но допустим равны частотам Ну Волновой вектор связан с частотой вот такой вот формулы Поскольку волновой вектор связан с частотой, ну вот Вот мы здесь вот до этого писали вот эту формулку И фазовый у нас совпадал вот с этим В То есть если у нас среда одна и та же, показатель преломления Один и тот же, скорость света одна и та же То одинаковые частоты не могут иметь одинаковые Волновые вектора То есть для каждой волновой частоты будет свой волновой Вектор Омега равно К на В Вот Вот эта связь Ну и Здесь будет Каждой частоте соответствовать Свой К Ну что ж Давайте вот с этой вот У Поступим Ну примерно вот таким же образом, как мы вот здесь сделали Возьмем и вынесем за скобку Е в степени И К с ноликом Р Минус Омега с ноликом Т И Омега с ноликом и К с ноликом Это какие-то средние значения Ну где-то в серединке вот этих вот Этого набора Тогда У Равно Е в степени И К с ноликом Р Минус Омега с ноликом Т Умножить на сумму По Ж Ну от единицы до Н Здесь будет АЖТ Это амплитуда Е в степени И К ЖТ минус К с ноликом Р Минус Омега ЖТ минус Омега с ноликом Т Вот так Ну опять Мы имеем Какое-то Высокочастотное Заполнение Ну с частотой Омега с ноликом и К с ноликом Средние какие-то частоты И здесь у нас Получилась сумма Которая представляет собой Ну некоторую функцию От Р и от Т Но поскольку в нее входят Разности К ЖТ и К с ноликом И Омега ЖТ и минус Омега с ноликом То Скорость изменения Вот этой вот суммы Гораздо меньше Чем скорость изменения Вот этой вот Средней Высокочастотное заполнение Этой волны То есть можно сказать Что вот эта вот Величина Которая у нас здесь получилась Это Некоторая А от Р Т Умножить на Е в степени И К 0 Р Минус Омега 0 Т То есть вот А от РТ Вот это Это вот Вот такая вот Наша сумма И она меняется Относительно медленно Она меняется Относительно медленно Ну давайте поставим Какое-нибудь условие Типа того что У нас Пускай форма Нашего сигнала В процессе распространения Не меняется Ну или меняется Незначительно Для каждой Из вот этих вот Волн Которые у нас Вот здесь Сидят выгибающие Мы можем ввести Какую-то скорость Распространения Скорость распространения В Групповое Житая Вот давайте Ее введем так Оно будет Ну опять Мы поступим Точно так же Вот Введем Фазу Для каждой Из таких Волн Найдем Производную И получим Что групповое Житая Это Вот эта разность Дельта Омега Делить на Дельта К В данном случае Будет Омега Житая Минус Омега С ноликом Делить на К Житая Минус К С ноликом Вот Введем Групповую Скорость Вот таким Образом Ну а Условие Того Что у нас Форма Волны Ну или Форма Сигнала Не меняется В процессе Его распространения Будет Такова Что значит Значит Что все Частоты Все элементы Спектра Вот этой Волны Должны Двигаться С одной И той же Скорость То есть Форма Сигнала Не меняется То есть Это Дает нам Что В Групповое Житэ Равно Просто В Групповое Для любых Ж То есть Они все Должны Двигаться Одинаково И тогда В Групповое Будет Равно Дельта Омега Делить На Дельта К Дельта Омега Делить На Дельта К Что такое Дельта Омега Дельта К В Дельта Омега Дельта К Это Омега Житэ Минус Омега С Ноликом К Житэ Минус К С Ноликом Дельта 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 Омега Дельта Омега Дельта К Разности Ну Ну Значит Вот Это Отношение Меняться Не должно Для Каждого Жив Дельта Я Сказал Сказал Я Сказал Когда Объясняли Предыдущий Мой вопрос Вы сказали Омега К Омега А Омега А А Вот Здесь Дельта Омега Давайте Мы Индекса Поставим Омега К Омега К Омега Посчитаем Разность По деле Получится Что В групповое Равно В фазовому Мне не Не нравится Почему В групповое Равно В фазовому Но Только В одном Случае Если С И Вот Если Эпсилон И Являются Константами А А А А Вот Если Эпсилон И Мю Не Являются Константами А Сами Могут Зависеть От Частоты А Это Мы Увидим Очень Скоро То В Этом Случае В Групповое И В Фазовое Отличаются Как Эпсилон И Мю Зависит От Частоты Нет Увидеть Где Формовую Аттумацию Или Ну Вот Вот Здесь Вот На Этом Шаге Если Эпсилон От Омега Давайте Посмотрим Я Хотел На самом Деле Сделать Еще Один Шажочек Вот Здесь Мы Взяли Дискретный Спектр А Спектр Может Быть Сигнал Непрерывным И Тогда У У Непрерывного Отношение Перейдет В Производную И Для Для Непрерывного Спектра Для Непрерывного Спектра У Нас В Групповое Будет Равно Д Омега По ДК Ну Даже Точнее Здесь Должна Быть Час Производная Д Омега По ДК Наверное Вот так Ну И Вот Прежде Чем Я Покажу И Приведу Пример Я Хочу Показать Вот Этот Вывод И Вот Эту Логику Рассмотрения Через Немножко Другой Подход Другой Способ Вывода Этого Групповой Скорости Получения Вот Этой Вот Давайте Попробуем Пойти И Оттолкнуться От Фазы Вот Фаза Волны Фаза Волны У нас Фи Это К Р Минус Омега Д К Р Минус Омега Т Ну И Если Мы Хотим Найти Например Омегу Омегу Мы Можем Эту Фазу Продифференцировать По Времени И Написать Что Омега Это Минус Дфи По Дт Частная Производная Р При этом Константа Если Мы Продифференцируем Фазу По Какой То Из Координат Дифференцирование По Координатам Даст Нам Ну Скажем По Икс К Икс Умножить На Д Икс П Икс То То Икс Если Мы Продифференцируем По Икс По Икс По З То Мы Получим В Икс В Икс В Икс Ну А Производная По Икс По Икс По Икс Это Оператор НАБЛО Векторная Производная Поэтому Сразу Ж Надеюсь Что Такой Логический Пропуск Будет Для вас Очевиден Логический Переход Мы Можем Написать Что К Вектор Равен Просто Плюс НАБЛО Фи Градиент Фи При этом Мы Находим К И Омега Ну Поскольку Мы Вводим Групповую Скорость У нас Есть Какой-то Спектр По Частотам И Какой-то Спектр По К Соответствующий Значит Вот это Омега Оно Может Зависеть Ну Естественно От К И Мы Можем Поступить Таким Образом А давайте Вот Эту Омегу Продифференцируем По Координатам Например Найдем НАБЛО Омега НАБЛО Омега Ну Понятно Что это Будет Вектор Минус Производные Можно Менять Местами Значит Будет Д По ДТ НАБЛО Фи Будет Вот так Вот А вот К Давайте Продифференцируем По Времени Медиум ДК По ДТ Это Будет Д По ДТ Опять От НАБЛО Фи Ну Из этой Пары Следует Что Это С Плюсом Это С Минусом Значит НАБЛО Омега Равно Плюс Плюс Д К По ДТ Дает нам Ноль Вот такое Преобразование Ну Если Выбрать Направление Совпадающее С направлением Р Р Какой-нибудь Совпадающее С К То Тогда НАБЛО Омега Приведет К В Д Омега По Д Р Плюс ДК По ДТ Дает Нам Ноль Ну Вот Такое Вот Омега И К Связаны Друг С Другом Ну Вот Через Вот это Соотношение Омега Равно К Равное Поэтому Учитывая Что К Равно К От Омега Вот Например Вот Так Запишем Можем Это Записать Либо Омега От К Либо К От Омега Мы Можем Переписать Что ДК По ДТ ДК По ДТ Равно ДК По Д Омега На Д Д Омега По ДТ Например Так Вот Нет Нет Так Мне Не очень Нравится А Если Мы Запишем Омега Равно Омега От К Тогда Получится Кажется Чуть Чуть Более Удобно Сейчас Проверим Д Омега А Здесь По ДР По ДР Равно Д Омега По ДК На ДК По ДР Даже Не знаю Что Мне Больше Нравится Давайте Проделаем Теперь Другое Давайте Найдем Полную Производную От Любого Из Этих Любой Из Этих Личин Например Д ДК По Д Омега Вот Сейчас Нет Нет Не По Д Омега А По Д ДТ Вот Так ДК По ДТ Полную Производную Это Это Будет Д Д К По ДТ Плюс ДК По Д Омега На Д Омега По ДТ Нехорошо ДК По ДР Да ДК По ДР На ДР По ДТ Вот Так У нас Неизвестно Переменные Вот эти Конечно Омега От К Зависит Вот эти Соотношения У нас Сохраняются Омега От Т Не зависит Омега Это Частота Она Никак Не связана С временем Так Ну Взяли К К Как Функцию От РТ Да Продифференцировали По Времени Час Нет Цель Получить Вот эту Формулу Другим Способу Я Сейчас Давайте Я сверюсь То ли я Продифференцировал По Времени Я Помню Что Нужно Взять Половая Производная Но Давайте Проверим Где Ли Так Сейчас Секунду Омега Это Омега От К ДК ДК ДТ Частная Плюс ДК По ДР На В Групповую Ну Значит Нет Все правильно Продифференцировал Значит ДК По ДТ Плюс ДК По ДР На В Групповую На Групповую Скорость А теперь Давайте Вот Вот Возьмем Вот это Соотношение Омега От К Как Функцию От К И Д Омега По ДР Которая У нас Вот здесь Встретилась Заменим Вот на Эту Произведение Тогда Вот Из этого Выражения Будет Следующее ДК По ДТ Плюс Вместо Д Омега По ДР Пишем Вот это Д Омега По ДК На ДК По ДР Равно Нулю Почему ДР По ДТ Это Именно Групповая Скорость А не Что-нибудь Другое 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 Со временем Не меняется Форма Импульса Здесь мы взяли для дискретных А здесь для непрерывных И давайте сравним Вот это выражение И вот это выражение Условие, что Полное производное по времени От k Равно нулю Значит, что у нас Суммарно он От времени не зависит Но частное производное Может быть не нулевой Итак, условие, что у нас Форма импульса сохраняется Это условие, что это равно нулю А теперь сравним Вот этот вот И вот эти два dk по dt у нас есть dk по dr dk по dr у нас тоже есть И остается v групповое Равно d омега по dk То есть вот это вот Должно соответствовать Вот этому v групповому Отсюда получаем, что v групповое Равно d омега по dk Вот Вот получили Эту же самую штуку Уже исходя Просто из общих соображений О неизменности формы Нашего Импульса Нашей огибающей Вот из того, что Полное производное dk по dt dt, именно полное производное Равно нулю У нас волна без затухания Волна не затухает? Волна здесь не затухает То есть мнимой части у этого пока нет Хотя она, в принципе, может быть То есть И На самом деле Даже Я бы так сказал Что это не очень принципиально То есть здесь Может быть и затухающий И не затухающий То есть здесь Когда мы будем брать dmg и pdk Мнимая часть тоже может появиться Еще раз Конкретно Вы написали такой переход drp dt Это v групповое Вот drp dt Это скорость Это та скорость С которой у нас Распространяется изменение Вот этого k Почему это в групповое? Так Групповая скорость Это значит, что у нас Мы взяли dk по dt полное И сделали, что у нас Форма этого импульса Не меняется со временем Значит, что полнопроизводная dk по dt Есть ноль Значит, вот эта вот скорость Эта скорость Вот этого вот Обобщенного Эта скорость Это вот сама огибающая Но это и есть групповая скорость Ну вот У нас на этом деле Получилась не одна скорость А две Вот эта и вот та Можем их связать друг с другом В фазовая Равно Омега делить на k В групповая Это d омега по dk Две скорости Как мы уже говорили, что Омега и k связаны друг с другом И связаны друг с другом Дисперсионным уравнением Дисперсионное уравнение у нас выглядело Что омега равно k c делить на корень Из эпсилон мю Или же k c делить на n И она может зависеть от частоты Ну давайте преобразуем Вот из первого Уравнения Вот из этого Запишем, что Омега равно k умножить на v фазовая И подставим его во второе уравнение v групповая Равно d по dk От k На v фазовая Это v фазовая Плюс k d v фазовая По dk Ну Не всегда удобно иметь дело с k С волновым числом Чаще Удобно вводить Вместо k Длину волны Ну давайте введем k равное 2π Делить на лябда Хочется круглая Хочется круглая k это 2π делить на лябда И тогда d по dk Равно Д по d лябда На d лябда По dk Здесь уже можно написать прямое Потому что У нее других параметров Других переменных нет Лябда Это 2π делить на k Значит d лямбда p dk Это минус 2π делить на k квадрат Подставим сюда И дальше сюда Тогда v групповое Это v фазовое Минус k Умножить на 2π Делить на k в квадрат dv фазовое По d лябда k сокращаем Но 2π делить на k Это просто лямбда Поэтому v групповое Будет равно v фазовое Минус Лямбда d v фазовое По d лямбда Вот это связь между групповой и фазовой скоростью А скорость распространения огибающей А фазовое это скорость распространения высокочастотного заполнения которое там внутри Ну Наверное есть еще какой-нибудь хороший шаг Ну вот мы здесь ввели групповую скорость через производную и сказали что форма распространения импульса вообще не должна меняться и тогда получается групповая скорость вот такая Но бывают случаи когда форма распространения импульса вот этой огибающей меняется но меняется незначительно Да То есть сигнал который сформирован волнами он не очень сильно и не очень быстро изменяется Условие которое у нас там было что v групповое равно дельта омега делится на дельта k Вот мы получили это исходя из выписывания равенства этих самых частных фазовых скоростей групповых частных групповых скоростей для каждой из компонента огибающей для каждого компонента спектра огибающей Вот это у нас было Вот давайте эту омегу которая у нас зависит от k точно так же как и здесь но только запишем ее в виде ряда Тейлора Напишем что омега равно омега с ноликом плюс d омега по dk на дельта k плюс единица на 2 факториала 2 омега по dk дважды дельта k в квадрате плюс ну и так далее вот такой вот ряд тогда омега минус омега с ноликом это дельта омега наша и дельта омега делить на дельта k у нас даст нам v групповое равное d омега по dk плюс единица на 2 факториал d2 омега по dk дважды дельта k плюс ну и так далее d омега по dk будет первым ну и главным членом в этом ряду но там появятся еще остальные члены и эти уже остальные члены будут зависеть от изменения k если первая от k не зависит то все остальные от k зависят и для разных k у нас получится что это огибающее сама меняется и это огибающее ну вернее неправильно говорю вот эта групповая скорость она является функцией k то есть сама огибающее будет изменяться и со временем со временем вот эти вот члены вот второй и далее они будут какие-то медленно стал более острым а потом начал расползаться 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 и разъехался стал очень широкий вот это вот вот эта ситуация говорит о том что групповую скорость не всегда можно найти по вот этой вот простой формуле до омега пдк то есть ее нужно вот эту формулу нужно немножко корректировать зависимость если у нас среда обладает существенной дисперсии где вот эти вот вторые производные оказываются не маленькие где вторые производные достаточно велики но и нельзя пренебрегать следующими членами теперь по поводу физического смысла вот фазовая скорость которая у нас вот здесь введена омега делить на к оказывается равный вот сравнить вот эту формулу и вот эту вот формулу омега на к то фазовая скорость в фазовая равно c делить на n показатель преломления который у нас тут он в принципе может быть самым разным и он может быть даже меньше единицы то совершенно не обязательно он больше единицы если показать преломление меньше единицы то скорость фазовая оказывается больше чем скорость света в вакууме правда это ничему не противоречит потому что с помощью фазовой скорости нельзя передать сигнал вот у нас имеется монохроматическая волна она бесконечно длинная но она и здесь и там уже ну и если даже она там бежит со скоростью больше чем c сигнал при этом из одного места в другое не передается и энергия тоже из одного места в другое при этом не передается нету передачи сигнала а вот групповая скорость групповая скорость огибающая вот внутреннее заполнение она может двигаться быстро но при этом сигнал не А вот огибающая не имеет права двигаться со скоростью больше, чем скорость света в вакууме. Я сейчас не понимаю, чем одно, лучше другого. Почему вы рассуждали про то, что и там, и там не проходят люк по гору? Ну вот, с помощью групповой скорости у нас передается вот гримень. Мы можем передать информацию с одной точки в другую. И если групповая скорость оказалась бы больше скорости света в вакууме, мы бы получили, с учетом преобразования Лоренса и релятивистских всяких эффектов, мы бы получили нарушение закона причинности. А это уже неприятно. То есть, например, мы узнали бы о каком-то событии раньше, чем оно бы произошло. Ну и вернули бы информацию назад. Если у нас есть возможность передавать сигнал со скоростью больше, чем скорость света в вакууме, она на скорости света в вакууме, на фотоне время останавливается, а на объекте, который двигается со скоростью больше скорости света, время пойдет назад. Ну, вернем и получим информацию о сигнале, который еще не испущен. Неприятно. Ну, а тогда почему еще фазовый скорость мы не можем еще разобрать? Ну, до нас вот этот сигнал просто еще не дошел. Здесь, смотрите, вот здесь наблюдатель, здесь у нас испущен сигнал. Вот он двигается. Вот эта фазовая скорость, она здесь поменялась, она может быть очень быстро меняется, но она меняется вся внутри этого импульса. То есть, вот этот вот фронт пробежал сюда, а здесь растаял. Снова пробежал и растаял. Но при этом сам импульс ползет. Поэтому наблюдатель, который сидит вот здесь, он не узнает о том, что испущенная информация, ну и что вышел импульс, раньше, чем этот импульс до него дойдет. Вот. В этом плане групповая скорость представляет собой скорость передачи не только сигналов, но и скорость передачи энергии. Ну а фазовая скорость заполнения, ну, никакой энергии не передает. То есть, она просто заполняет вот этот вот бегущий импульс. Раз так, групповая скорость не должна быть больше скорости света. Правда, если мы будем ее искать по вот этой формуле, в средах с очень сильной дисперсией, там, где волновой пакет расплывается и растягивается, мы можем по вот этой формуле, просто для омега-пдк, получить в групповую больше скорости света в вакууме. Снова. Что это означает? Что нужно учитывать последующие члены вот этого ряда. То есть, нужно корректировать определение групповой скорости. То есть, делать их более аккуратными. Какой существенный дисперсия? Существенный дисперсия, где N очень сильно зависит от Олеги. То есть, в таких средах у нас вот такой вот импульс будет становиться длиннее. Он будет растягиваться. И мы увидим, что, ну, скажем, нос этого импульса дошел до нас, например. А серединка, она двигается, например, медленнее. А нос как будто взял и обогнал скорость света. Вот, если учитывать последующие члены ряда, ну, и корректировать групповую скорость, у нас не будет получаться противоречия с релятивистской теорией. Вот. А в этом рассмотрении мы в каком моменте потеряли? А в этом рассмотрении мы сказали, что у нас форма импульса нигде не меняется. У нас жесткая. Вот мы сказали, что ДКПДТ, полнопроизводный откапа времени, это ноль. То есть форма импульса постоянно. То есть, она особенно за ним зависит? Н может зависеть от омеги. Она может зависеть от омеги. Но мы жестко задали вот это вот. Вот это условие, которое мы здесь ввели, и вот такую формула для групповой скорости, означает, что все следующие производные дают ноль. То есть, вот всех следующих производных нет. Вот. На самом деле, в более сложных случаях их нужно учитывать. То есть, тоже нужно быть аккуратными. Ну и теперь осталось последнее. А как же зависит n от частоты? Ну и вот теперь у нас будет теория дисперсии. Ну или просто дисперсия под заголовочек. Мы уже, правда, сказали, что есть дисперсионное уравнение. Это уравнение, которое связывает омега и ка. И вот, собственно, даже мы его и написали. Но здесь не было получено выражение для n в зависимости от омеги. Вообще говорят о дисперсии, когда что-то зависит от частоты. Ну или что-то зависит от длины волны. Какой-то параметр. Это может быть скорость, это может быть частота, может быть k. k от частоты или от длины волны зависит. В таком случае говорят о дисперсии. Ну и чтобы построить теорию дисперсии, мы подойдем к этому вопросу, исходя из классической теории. То есть мы не будем трогать квантовую теорию, мы залезем, просто пока останемся в классике. Не полезем в кванты. С точки зрения классики, у нас есть ядро у атома, есть электрончик, который как-то броет по орбите, крутится с очень большой скоростью. Ну и в конце концов, образует электронное облачко. Центр этого облачка совпадает с центром положительного заряда. Ну может быть у нас молекулы есть, у которых есть дипольный момент. Но если дипольный момент, то там уже как-то сама молекула может поворачиваться. Вот давайте сейчас возьмем какие-то молекулы, у которых нет дипольного момента собственного. Ну или он нулевой. А имеется только электрон, который как-то там крутится в положение, центр которого совпадает с центром положительного заряда. Для этого случая мы можем построить зависимость диэлектрической проницаемости от частоты. И насколько я помню, когда у нас был электромагнетизм, я даже это рассказывал. Мы что-то подобное делали. Вот подадим какое-то поле, электрон сместится. Поскольку у нас есть некоторое положение равновесия, то мы можем считать, что у нас относительно положения равновесия возникает сила какая-то возвращающая. Эта возвращающая сила в первом приближении, если мы разложим в ряд, то первое приближение будет прямо пропорционально смещению относительно положения равновесия. f-возвращающая минус k на r. Ну, как будто квазиупругая сила. Такой силе соответствует колебанию гармонический осциллятор. Ну и рассмотрим какой-то оптический электрон, который, ну или просто электрончик, который представляет собой гармонический осциллятор при взаимодействии с электромагнитной волной. Уравнение гармонического осциллятора мы достаточно хорошо знаем. Масса на r, 2 штриха, масса на ускорение, плюс... Ну, какое-нибудь задухание введем, задухание... Ну, я здесь массу пишу, значит, какой-нибудь z, это коэффициент сопротивления, умножить на r штрих, который зависит от скорости. Плюс вот это вот k на r, и равно вынуждающей силе, а вынуждающая сила, действующая на заряженную частицу, это e умножить на заряд электрона. e на e. Ну, и еще электрон со знаком минус, минус e на e. А e от d. Вот такое вот соотношение. Ну, правда, смотрите, здесь я написал e, как в электростатике. В электромагнитной волне у нас вообще-то две составляющие. У нас напряженность электрическая и магнитная есть. Давайте разберемся с магнитной. В общем-то, ничего особо сложного нету. У нас есть обобщенная сила Лоренца. f равно q на e плюс v векторного умножить на b. Вот такая вот. Но b связан с e. b связан с e. b у нас это мю мю с ноликом h. А епсилон нулевое епсилон e квадрат равно мю мю с ноликом h квадрат. Отсюда e, сейчас b, h равно корень квадратный из епсилон нулевое епсилон делить на мю мю с ноликом. Е, во-первых. Да, еще можно вот что сообразить. Если у нас какой-то атом, вокруг него пусто, внутри него тоже пусто. Можно считать, что епсилон и мю у нас равны единице для простоты. Можно говорить, конечно, о том, что они там находятся как бы на своем локальном поле, ну, как это меняет. Ну, давайте епсилон и мю просто положим единичками. Тогда епсилон равно единице, мю равно единице. Вот возьмем такие вот условия. Е, тогда b у нас будет мю с ноликом корень из... Мю явно единице. М? Мю явно единице. Да. Ну, просто тогда нельзя продолжать равенство, нужно писать отдельно. Тогда b это мю нулевое корень из епсилон ноль делить на мю ноль е. Вот так будет. Занесем. Будет корень из епсилон ноль мю с ноликом на е. Но корень из епсилон ноль мю с ноль на е, это единица делить на скорость света. Единица на с е. То есть b легко найти, подставим его сюда. Тогда сила. Сила будет q на е плюс v делить на c векторно умножить на... Вектор b, он на самом деле перпендикулярен. Е как-нибудь по-другому. Выделим магнитную составляющую, электрическую составляющую. Вот так запишем. f магнитная делить на f электрическая будет равно v делить на c, е делить на е. Е сократится. То есть магнитная к электрической силе это отношение скорости к скорости света. Но под действием поля скорость электрона она маленькая по сравнению со скоростью света. Ну и даже если взять электрон который вращается по орбите в атоме она составляет меньше чем 1 сотой от скорости света. Можно построить теорию ну хотя бы на уровне квантовой теории атома водорода по бору и там скорость получается где-то 1 сотая c. v гораздо меньше чем c и магнитная сила по сравнению с электрической можно пренебречь. Поэтому вот в этом уравнении мы оставим только электрическую составляющую про магнитную. Сейчас говорить не будем. Пренебрежем. Ну дальше стандартная последовательность действий. Делим на массу все это уравнение и получится r2 штриха плюс 2 бета r штрих плюс омега с ноликом в квадрате r равно минус e на e делить на массу. И теперь e от t в электромагнитной волне мы можем взять e в степени и омега t минус k r. Ну возьмем e в степени и омега t. e в степени и омега t но считая, что у нас электрон упокоится то есть k на r у нас величина постоянная это константа ну и можно сказать, что здесь у нас какой-то e с ноликом. Член, который содержит k поскольку у нас нет распространения у нас один единственный в этом, который никуда не смещается то просто будет в этом месте колебание поле e. Нарушение уравнения колебаний давайте искать ну пускай пускай так это вынужденное колебание значит r равно ну какой-то r с ноликом e в степени и омега t будем искать в таком виде ищем вынужденную составляющую подстановка сюда даст нам r с ноликом на омега с ноликом квадрат минус омега квадрат плюс 2i омега бета в левой части равно минус e e с ноликом делить на m а e в степени и омега t благополучно сократилось слева и справа отсюда можем найти r с ноликом это минус e e0 делить на m делить на омега 0 квадрат минус омега квадрат плюс 2i омега бета вот r с ноликом смещение электрона относительно положения равновесия порождает дипольный момент у атома если у нас ядро положительное и сместился немножко электрон то есть появился отрицательно появился дипольный момент дипольный момент p это заряд электрона это q на l или же минус e умножить на r минус на минус плюс будет e квадрат e с ноликом поскольку здесь r а здесь r с ноликом нужно еще умножить на e в степени и омега t e0 e в степени и омега t вот делить на массу делить на омега с ноликом квадрат минус омега квадрат плюс 2i омега бета кстати сказать что такое бета здесь бета характеризует какое-то задухание задухание ну можно говорить о например радиационном трении когда заряженные частицы двигаются и теряют энергию поскольку двигается с ускорением вот ну это дипольный момент для того чтобы определить диэлектрическую проницаемость нужно ввести дипольный момент единицы объема то есть ввести поляризованность среды p большое это единица делить на v какие-то сумма я это дипольных моментов или же количество умножить на п делить на v или же концентрация так вот концентрация есть некоторая неприятность у меня здесь буковка для концентрации тоже n и там показатель преломления n если я c возьму то концентрация то у меня скорость света получится ну давайте придумаем какой-нибудь ну вот с волной пускай будет с волной у меня будет концентрация n с волной это n делить на v это концентрация ну честно говоря я уже не знаю каким буквами это все обозначать пускай пускай будет с волной да ну вот я вот-вот написал n делить на v так надо умножить вот на это умножить на е квадрат делить на m делить на омега с ноликом квадрат минус омега квадрат плюс 2 и омега бета и умножить на е можно написать даже в виде вектора это вектор вот все что там сверху это вектор волна бывает да хорошо теперь вспоминаем d это эпсилон нулевое е плюс p и с другой стороны d это эпсилон нулевое эпсилон е вспоминаем нашу электромагнетизм и тогда эпсилон дилектрическая проницаемость будет равна если мы перенесем эпсилон нулевое е вправо будет эпсилон нулевое на эпсилон без единички е равно p и тогда эпсилон равно единица плюс p делить на эпсилон нулевое е п и е у нас одинаково направлены поэтому я могу перейти к абсолютным значениям ну давайте теперь это сделаем смотрите p у нас есть и отсюда эпсилон будет равно n с волной е квадрат так n с волной е квадрат делить на m эпсилон нулевое делить на омега с ноликом квадрат минус омега квадрат плюс 2 и омега бета да плюс 1 е слева и справа сократилось да ну p делить на е вот благополучно вот теперь мы можем посмотреть на то что получается сверху у нас в числителе стоит комплекс который характеризует концентрацию наших электронов массу этих же электронов и их заряд вот этот комплекс обозначают одной буковкой точнее почти одной буковкой и можно посмотреть какой он будет по размерности кстати вот в знаменателе у нас квадрат частоты отношение должно быть безразмерным значит и сверху тоже квадрат частоты вот и назовем омега п в квадрате равной концентрации n е квадрат делить на м эпсилон нулевое омега п это плазменная частота плазменная частота но здесь мы выполнили рассмотрение как будто у нас есть один единственный электрон в атоме на самом деле в атоме как правило отнюдь не один электрон а их много но для каждого электрона можно проделать вот такое вот рассмотрение поскольку электрон будет достаточно много тут еще есть по ходу дела омега с ноликом да омега с ноликом это собственная частота колебаний какого-то конкретного электрона но если электрон снаружи на внешней оболочке у него какая-то одна частота если он где-то поближе к ядру возможно там сил взаимодействия больше там будет другая частота то есть у этих электронов собственные частоты будут разными ну на какой-то оболочке электронной может быть разное количество электронов будет еще разная разная концентрация ну масса электронов наверное все таки одинаково но кстати сказать в волне будут колебаться не только электроны но еще могут колебаться и ядра они же тоже заряжены только ядра будут колебаться относительно электронов то есть там будет возникать еще что-то с ионами поэтому вот это рассмотрение здесь можно преобразовать и сказать что дипольный момент каждого атома и сумма вот этих вот дипольных моментов которые здесь у нас образуются только омега плазменные будут какие-то и две ну лежит и там какой-нибудь другой индекс чтобы не совпадал омега с ноликом будет каждый у каждой свои и бета свои поэтому эпсилон будет равно единица плюс сумма по каким-то же омега p житые в квадрате делить на омега с ноликом житые в квадрате минус омега квадрат плюс 2 и омега бета тоже житые вот у нас получилось более сложное выражение для эпсилона в скорость света скорость электромагнитной волны входит корень из этой величины ну и еще входит милл ну вот это вот эпсилон отвечает достаточно быстрым колебаниям но это колебание электронов и мы сказали что что наши молекулы которые входят в наше вещество они не обладают собственным дипольным моментом то есть они исходо не полярное однако может быть что и молекулы под действием и парня и под действием электромагнитного на них как-то тоже колеблются и поворачивают то есть дипольчики начинают под действием阿троent и вот и а на низких частотах молекулы полярные успевают повернуться повернуться перевернуть еще повернуться еще перевернуться на высоких частотах тогда частота достаточно большая поворот молекулы уже не происходит и вот если на низких частотах существенно ориентационная поляризация на высоких и можно пренебрегать ну вот очень простой пример для воды у воды в статике ну или на низких частотах диэлектрическая проницаемость близка к 81 ну вот диэлектрическая проницаемость epsilon да вот да я вот это вот на частотах ну скажем так до 10 килогерц можно спокойно считать что у нас у воды диэлектрическая проницаемость около 80 ну то есть она немножко спадает но чуть-чуть близка к 80 81 меньше чуть-чуть а изменения начинают происходить с диэлектрической проницаемостью когда мы подходим к одному мегагерцу там начинается спадание а то и к десяти к десяти там к 100 мегагерцам уже достаточно существенно идет падение диэлектрической проницаемости и из-за чего из-за того что молекула не успевает повернуться на высокой когда вынуждающие воздействия достаточно быстро осциллирует ну и к при приближении к оптическому диапазону частот оптический диапазон частот вот если здесь волна порядка 500 на метров соответствует где-нибудь 10 14 10 15 степени герц 10 14 10 15 степени герц и ориентационная поляризация уже практически никак не влияет на диэлектрическую проницаемость влияет только вот эту быстро осциллирующие электрончики вот они легко подвижны если еще повышать частоту и даже и они не будут успевать сдвигаться смещаться но если брать оптический диапазон то там будет так так вот та же самая вода с 80 у нее диэлектрическая проницаемость падает примерно до чего-то до значение которое чуть меньше двух показатель преломления воды 133 если возвести в квадрат но где-то получается меньше двух кстати по той же причине не практически не влияет на показатель преломления магнитная проницаемость вот магнитная проницаемость магнитиков мил тоже возникает с тем что происходит изменение но только уже в врачи в магнитных моментах атомов если ну скажем у нас есть достаточно большой магнитный момент там ферромагнетик скажем там пока переориентируется домен это очень много времени должно пройти они переориентируются очень медленно и из-за этого магнитные вещества ну сколько-нибудь существенно магнитные не являются прозрачными так кроме того там еще и электронов много обычно подвижных там каких-нибудь веществах типа железа и там прозрачности нету поэтому для оптики существенно можно брать что мил практически равно единица а и псалон описывается вот этим вот соотношение ну и последняя н это корень из эпсилон мил мил близко к единице значит будет корень из эпсилона но и псалон у нас комплексно-значное поскольку вот это n представить как n штрих плюс n 2 штриха умножить на и н штрих это вещественная часть а n 2 штриха отвечает за потери за потери если у нас волна записана в виде к на r так и сопрогость не вот эта такая вот и вот такое е в степени и к r минус омега т да ну пускай по направлению тогда к это омега делить на c на n на n и если n имеет две составляющие вот так вот то подстановка вот этого сюда даст нам и квадрат то есть мы получим волну с уменьшающейся амплитудой экспоненциально затухающий так вот это отвечает за затухание а это отвечает за часть связанную с распространением то еще нужно нарисовать но это я сделаю в следующий раз я чувствую что вы уже готовы хорошо на этом все да